Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с четырех до пяти. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 8 мая 24 года. Среда. Сегодняшняя программа посвящена двум большим темам. Постараюсь как-то их скомпоновать таким образом, чтобы на все было время достаточно. Естественная операция в Рафахе и приостановка поставки боеприпасов Соединенными Штатами Америки и Израилю. Это первый момент. Второй момент покушения на Зеленского. Попытка. Как представлено все это в американской прессе. Поговорим. Расскажу, что у нас. Пишут про это. Примерно такой план на сегодня. Я думаю, что на все будет достаточно времени. Как сам наступать в коммуникацию, вы знаете. Для прямого эфира 3-4-7-4-6-0-8-7-7. Это смс-портал. Пишите. Ну и опять же, на моем ютуб-канале добро пожаловать всем новым подписчикам и тем, кто уже давным-давно со мной. Нас уже много. Это у нас дискуссионный клуб. Там также, я надеюсь, что он проходит там в нормативных, в пределах нормативной лексики. Вот и без личных оскорблений и всяких там разных глупостей, которые иногда бывают на ютубе. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Комментируйте. Это поднимает программу в лентах других пользователей. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну, это беспрецедентно, на самом деле, действие пока к моменту. Да, такого еще не было. Прямо, чтобы вот так вот в процессе военных действий вдруг администрация останавливала. А Шипман, да, останавливала партию груза военного. Да, бомб в данном случае. Мы говорим о разных бомбах здесь. Есть там 1800-2000 паундовых бомб. Это примерно чуть меньше тонны. Есть 1500 паундов бомбы и есть 700 паундов бомбы. То есть, как бы разные бомбы. Они не бомбы, как бы, точного наведения. Вот, то есть, администрация объясняет приостановку этого пакета боеприпасов решением, нежеланием, в словах Байдена, да, говоря, мы не хотим еще 30 тысяч палестинцев убитыми. Да, то, как это Байден объяснил. И нам нужен более... Изначально, как бы, все разговоры же относительно операции в Рафахе, они были построены именно таким образом с американской администрацией, что американская администрация настаивала на том, чтобы Израиль представил план по эвакуации более чем миллионов гражданских из Рафахов, которым, как бы, они скопились из-за того, что они туда пришли из севера и из центра сектора. Где проводились полномасштабные операции, которые, как бы, привели в итоге к тому, что... Да, сейчас, наверное, американская администрация, к тому, что больше 30 тысяч, 4 тысяч палестинцев убито. Опять же, непонятно, сколько из них боевиков, сколько из них гражданских, но количество детей там очень большое тоже. Младше того возраста, который потенциально возможно, как бы, держать оружие, воевать. Мы понимаем, что 15 и старше ребенок может быть боевиком, но младше этого возраста, это, как бы, сказать, абсолютно... То есть, возможность подобного, как бы, она сводится совсем-совсем к минимуму. Поэтому... Ну, и женщины, опять же, да, то есть, так как точных цифр разграничения нету, и вся информация, которая по жертвам приходит, она приходит от Министерства здравоохранения газа, который подконтроль на Хамасу. Если, соответственно, и пройти это никак нельзя, то, опять же, ваше слово против... Слово Министерства здравоохранения здесь... Ну, в любом случае, это единственная информация, которая приходит о количестве убитых гражданских. Израиль не может посчитать убитых, как бы, может примерно говорить о количестве убитых боевиков. Опять же, это никак не проверяемо. Никак. Поэтому администрация говорит, что полномасштабная операция в Рафахе невозможна вообще, да, то есть, мы категорически против. И перед тем, как вы начнете, как бы, широкомасштабную операцию, да, любую, там, то вы должны представить план по тому, как вы будете эвакуировать оттуда гражданских. И те планы, которые были показаны администрацией, они были показаны администрацией, по словам Остина и по словам Department of State, и по словам Байдена самого, пока никак не продемонстрировали администрации, что они исполнимы. Теперь, по этому поводу, самое простое, как бы, что хочется сказать, здесь самое малое, что нужно сказать, так как это беспрецедентная ситуация, и никто еще никогда не провел такой военной операции с полуторамиллионным, как бы, населением, находящимся в таких, на такой маленькой площади, уничтожая, имея задачу перед собой уничтожение военной структуры террористической организации, боевой группы, да, группы боевиков, где нужно разделять между боевиками и гражданскими в таком количестве, и при этом классически, чисто, аккуратненько взял и переселил такое количество гражданских. То есть, план, даже какой бы план не был, я к чему это говорю, какой бы план не был представлен администрацией, он никогда не будет для администрации убедительным аргументом, потому что нет ни с чем сравнить, нет прецедента. Да, ничего из того, ну, во-первых, давайте вспомним, что Америка ведь тоже проводила подобные антитеррористические операции в Ираке, например, Масул, Ромади, короче, было много разных мест, где Соединенные Штаты в течение длительной восьмилетней ирадской кампании. То есть, ну, первоначально, когда был момент оккупации, там не было, да, первые четыре недели конфликта, когда был быстрый Ирак захвачен, это была одна история, потом началось восстание, да, то, что называется у нас тут инсорженси, да, и это инсорженси должно было быть подавлено, и поначалу оно подавлялось как бы напрямую, потом у Макмастера появился план, который он отдал Петреусу, и Петреус его имплементировал, да, для того, чтобы это восстание подавить, и это было успешно сделано. А был момент, когда в Ираке, там, в течение дня, там, по 250 человек превращалось в пар, бывало и так. Соответственно, когда брали Масул американцы несколько раз, да, потом также против исламского государства, когда все это происходило, да, боевиков, то тоже там было огромное количество гражданских, но открывались коридоры для их вывода оттуда. Кто-то успел воспользоваться коридорами, кто-то не успел. Я про Раку даже не хочу говорить, про сирийскую, да, в которой коалиция курдские штыки, это больше 50 тысяч сирийских демократических сил заходило туда для осуществления, как бы, ликвидации исламского государства там, а Америка делала это с воздуха, помогая им авиацией. Как-то не было особо никаких планов относительно того, как эвакуировать оттуда мирных жителей. Коридоры были открыты, но кто мог ими воспользоваться? Потому как боевики часто удерживали гражданских, наконец, в городах в качестве живого счета. Поэтому, опять же, в теории администрация очень красиво все это объясняет, и абсолютно возможно, что подобные вещи теоретически, опять же, в теории могли бы существовать, но так как на практике еще никто никогда такого не сделал, то у администрации всегда есть возможность сказать израильтянам, ребята, вы не убедили нас в том, что ваш план нормальный. Да, хотя планы были, и планы, напомню, да, о чем, кстати, говорил Антон Ягу тоже, планы утекали из офиса премьер-министра операции Рафаха, и они были утверждены военным кабинетом. План включал в себя поэтапный взятие контроля над Рафахом. Поэтапное, да, то есть мы напомним, да, что в Рафахе есть несколько моментов, которые нужно понимать. Есть четыре примерно батальона с полной военной структурой, оставшихся от всей военной структуры Хамаса в секторе, которая была формальной, да, осталось четыре этих батальона, это достаточно большое количество боевиков, которые, я так понимаю, находятся под землей. Скорее всего, да, но, опять же, я сейчас спекулирую, есть разные, понятно, я не военный эксперт еще раз, да, то есть это мы должны понимать, что там как бы достаточно большое количество боевиков с живыми еще командирами пока, да, среднего звена, старшего звена, и самое главное, скорее всего, опять же, так, такое мнение существует в военном истеблишменте израильском сегодня, что там же находится, находятся и Ехья Синвар, и Мухаммед Деуф, да, Синвар глава Хамаса в Газе, в принципе, а Мухаммед Деуф это глава боевого крова Хамас, да, человек, который на листе террористов находится с 2000-го, по-моему, даже, может быть, раньше года, номер один на этом листе, и все, пока ему удавалось избежать ликвидации, хотя его семья уже давно уничтожена, со всеми его многочисленными женами, ну, почти со всеми, да, его детьми многочисленными, вот, в Джинине, по-моему, да, была самая известная история с ним, когда бросили бомбу на дом, думали, что он там, убили там его нескольких жен, большое количество, короче, ну, почти всю его семью, родителей, по-моему, да, 15-16 человек погибли, он сам смог скрыться, его придурок, как-то, короче, он почувствовал, что это может произойти, Моша Я-Алон в тот момент был начальником генштаба, это шла вторая антифада, вот, не посылали спецназ, потому что до этого посылали спецназ в 2000-м году, в начало антифады, и в результате три бойца Дэвдеван погибли от френдлифа, дружеского огня, они вышли на крышу, были непредупреждены, и их застрелили снайперы, я эту историю в программах рассказывал давным-давно, она известна, как бы, СДУФ, он как бы, совсем такая одиозная фигура, мог бы когда-то пойти с Израилем на сделку, но в итоге отказался, причем, если мне сейчас понятно, кто там больше отказался, израильтяне или он сам, в общем, по-моему, израильтяне отказались от сделки с ним, что-то там предлагалось, какие-то условия, вот, и в итоге он возглавил боевое крыло Хамас, человек, он, правда, как бы главный приз, да, антитеррористической борьбы, и если он до сих пор, как бы, в секторе, то, по идее, учитывая последнее развитие Аэропорта, о которых я чуть позже расскажу, шансов у него живым оттуда уйти, по идее, быть не должно, в этот раз, по крайней мере, да, ну, естественно, что он самый главный командир того, что произошло 7 октября прошлого года, то есть это тоже нужно понимать в итоге, да, во что это все вылилось, вот, он ушел тогда и ушел перед этим, ну, а Синвар, как бы, вообще, он своей жизнью обязан израильцам в тюрьме, его вылечили, там, от онкологии, он очень много лет провел в тюрьме и вышел по сделке Галадоша-Алита, просто напоминаю для тех, кто не совсем в курсе, вообще, психологическая подоплека того, что происходит, еще ко всему прочему, теперь, значит, задача многоплановая в Рафахе, во-первых, требуется ликвидация боевой структуры, то есть требуется, да, ликвидация, самый главный момент, обеспечить нас безопасность, для этого необходима ликвидация боевой структуры оставшихся батальонов, я не говорю сейчас уничтожение всех боевиков, это, скорее всего, это тяжело достижимый момент, но теоретически, опять же, возможный момент, если они не сдадутся в какой-то, в какой-то уже ситуации, когда совсем уже ничего не останется, там больше денег. Второй момент освобождения заложников, которые там еще находятся, в неизвестном каком количестве, это теоретически, вообще, это очень сложная задача, и чем масштабнее операция, тем сложнее это сделать, с одной стороны, с другой стороны, ведение такой военной операции помогает Хамасу идти быстрее на уступки, так, по крайней мере, таков расчет в израильском военно-политическом эстеблишменте, с чем, в принципе, можно согласиться, когда утюг к ягодице, как бы, раскаленный прислоняют, то обычный человек, человек, да, начинает более активно сотрудничать. Это тот самый случай, да, когда, вот то, что сейчас примерно происходит, начало, по крайней мере, начало происходить, да, значит, ну и третья, и задача, как бы, также, одна из самых важнейших задач, это перерезать ветку снабжения в боеприпасами Хамас, потому как всем было понятно, что туннели под Рафахом, они главная, как бы, линия supply, главная линия поддержки боеприпасами, снабжение, забыл слово, да, главная линия снабжения Хамаса сегодня остающаясь, до сегодняшнего, до вчерашнего, точнее, дня, остававшаяся у Хамаса в распоряжении. Так это выглядело, опять же, нет уверенности в том, что Египет эффективно мог этот момент предотвратить. Наверное, пытался не один раз, но это некоторые моменты, которые непросто было бы сделать, ну и нужно еще, как бы, для много ресурсов этому было посвящать, я не уверен, что Египет был готов на это, в этой ситуации идти. Хотя это отдельно большой вопрос обсуждения, у меня просто нет более детальной информации. Теперь, что произошло в понедельник? В понедельник был дан, в понедельник, в воскресенье, в понедельник был дан приказ сотни тысяч палестинцев уйти на север, на север они идут в два места, да, часть их и пошла в Хан Юнис, Хан Юнис почти полностью разрушен, Аль-Жазира показывал, что там происходит, опять же, вы понимаете, что Аль-Жазира пока кто-то хочет показывать, но при этом я видел разные вещи, с дронов видел съемки Хан Юниса, там, правда, это выглядит все достаточно, ну, как марсианский почти пейзаж, да, только, ну, руины просто, вот. А туда они идут, я так понимаю, что те, кто ушел из Хан Юниса, и я видел интервью палестинцев, которые говорят, арабов палестинских, да, которые говорят, что вот, ничего у нас не осталось, мы пришли сейчас туда, откуда нас выгнали, в тот момент, когда там операция проходила, нашли все полностью разрушенным, ничего нет, никакой инфраструктуры нет, гуманитарный повод, то есть с продовольствием, водой проблемы, то есть там много логистических моментов, это первая часть группа, да, другая группа идет Аль-Маваса, да, это кусок пляжа на северо-востоке, южной части, простите, на северо-западе южной части сектора, я надеюсь, я понятно объяснил, да, она сейчас расширена, израильтянами была перед началом ограниченной, как говорит Натаниягу операции в Рафахе, ограниченной, это не полномасштабная, это ограниченная операция, вот, она сейчас была расширена, это зона, и там есть палатки, там есть полевые госпитали, там есть еда и вода, да, то, что говорят израильтяне. При этом оба перехода сейчас, с момента захода израильтян, уже вчера с утра танки заехали в Рафах, поставили флаги, полностью перекрыли границу, точнее, для чего это было сделано, да, по слухам Хамас готовил провокацию, да, большой взрыв этого КПП, большого и большой исход беженцев на египетскую территорию, чтобы вызвало, конечно же, большое количество стрельбы, МЭС, беспорядок, беспредел, естественно, Израиля бы начали обвинять в том, что он, в принципе, все это спровоцировал, и начали бы активнее выкручивать руки, опять же, напоминаю, что задача Синвара, как бы, победить Израиль без прямого столкновения, а не допустить того момента, когда его и всю ту мраз, которая вокруг него, да, окружат, и у него будет только один выход, да, либо, либо, как бы, два выхода, да, из этой ситуации, либо красиво стать шахидом-мучеником, да, либо сдаться, что он, я думаю, себе не может позволить, в принципе, и я очень сомневаюсь, что его оставят живых в любой ситуации, потому что я очень сомневаюсь, что кто-то захочет еще раз его судить, учитывая, что у него уже, я так понимаю, кровь на руках была, судя по тому сроку, который он в израильской тюрьме отсидел. А обычно такие сроки дают тем, кто вовлечен, как бы, в убийство евреев. Теперь, с момента, что израильтяне заехали в Рафах, взяли под контроль приграничный переход, начали заниматься туннелями, вот, израильская армия сегодня сообщила, что она активно занимается туннелями, уничтожая инфраструктуру там подземную. Я так понимаю, что процесс займет много времени, и он небезопасен. Сам Хамас говорит, что его бойцы, да, в дикой совершенно схватке сейчас сражаются. Пока, по информации израильтян, 30 боевиков они уже к сегодняшнему дню убили, и еще 129 человек ранено. Опять же, непонятно, кто из них гражданский, кто боевик. Авиационные удары происходят, да, возвращаясь, как бы, тем, из чего мы начали. То есть, Израиль использует бомбы, и сразу скажу, успокою многих, да, тех, кто переживает очень сильно. Есть резерв определенный. И, по идее, прямого, мгновенного эффекта наведения операции в Рафахе задержка поставки бомб сейчас не имеет. Сейчас еще нет пока. Вопрос, когда это произойдет, неизвестно. И, опять же, да, американцы требуют, вот, мы сейчас вернемся к операции. Американцы требуют, чтобы операция была более точечной и неполномасштабной, как она была в Хан-Юнисе, как она была в Джибалии, как она была на севере и в центре сектора, чтобы тут была другая тактика. В принципе, Израиль такой план и опубликовал. Другая, порайонно. По крайней мере, неполномасштабно везде, а отселили количество какое-то людей, начали. Отселили, начали в этом районе, и так далее, и так далее. Движение должно происходить медленно, поэтому займет очень много времени. Напомню, что любые заявления Байдена о недопустимости операции Еврофахи, как понятно, льют воду на мельницу Хамас, и то, что сегодня происходит, и то, что израильтяне продолжают 7 месяцев эту операцию, пока без, ну вот 7 месяцев исполнилось вчера, да, без пока окончательной победы, в этом вина американского президента немалая, потому что своими заявлениями, и заявлениями Блинкина, и заявлениями этой администрации, они, конечно же, усиливают ощущение у Синвара, что он может без войны победить. Победить в смысле уцелеть, потому что для Хамаса на сегодняшний день в Газе просто уцелеть как боевой структуре является победой. Я надеюсь, что это не нужно объяснять сейчас опять, я много раз уже это объяснял, это менталитет, как бы, да, это ментальная тема, если Израиль не сможет их в этот раз добить, то Израиль эту войну проиграл. Если Израиль эту войну проиграл, в расчет, да, просто если все это взять, то, как бы, шансы Израиля на выживание драматически уменьшаются, скажем, по меньшей мере, в принципе, как государство. Теперь, Израиль, американская администрация, требует применения высокоточного оружия, о чем Остин, кстати, сказал, тут на той неделе в четверг были слушания, и сенатор Коллинз, республиканец, сенатор-республиканец от Мэй, Сьюзан Коллинз, да, она от Мэйна, сенатор-республиканец, она задавала достаточно неудобные Остину вопросы и здесь, в Сенате, и, мол, типа, в комиссии, и сказала ему, что, смотрите, как бы, мы такого никогда не делали, мы не приостановили поставки вооружений, это, в принципе, перефразируя то, что она говорит, да, суммируя, что, в принципе, это наш союзник, и мы обязаны ни в коем случае его не оставить. Напомню, а что там, Остин сказал, что мы не планируем совсем этого, мы сейчас, вопрос только изучается пока, пока он изучается, идет речь о приостановлении, хотя все понимают, что это попытка прямого давления, да, и опять же, за этим все внимательно наблюдает Хамас, да, это же в новости, да, и Сенвара-то, естественно, знает, и опять же, его идея, то есть, чем громче администрация кричит про свое нежелание поставлять боеприпасы, или про свое нежелание помогать, или про свое нежелание утвердить израильский план, например, да, тем больше, да, и, да, вот Сьюз, она сказала, Коллинс, об этом, да, что это помогает Хамасу, также она сказала, что мы не можем микроменеджить Израиль, да, это слово микроменеджмент не совсем русское, но я думаю, что оно понятно, в том, как он должен обеспечить свою безопасность, все-таки Израиль другое государство, это не американская армия воюет, господин министр обороны, да, сказала она ему, поэтому у Израиля есть понимание, как ему обеспечить свою безопасность, мы не находимся в позиции, пошагово рассказывать Израилю, как ему это делать, вот, и вообще республиканский сантимент, республиканцы многие разозлились с сегодняшним действием, да, и вчерашним, с сегодняшним действием администрации по приостановке поставки боеприпасов, и я ожидаю то, что я называю шит-шторм в ближайшие же дни в палате представителей в Сенате относительно того, с республиканской стороны, что администрация исполняет. Это может Байден, на мой взгляд, навредить намного больше. И самое главное, хотелось бы, чтобы он по возможности как можно меньше, как можно меньше, давал надежды Хамасу на выживание, потому что то, что он дает Хамасу надежду на выживание, нивелирует тот горячий утюг к ягодице, который сейчас у Хамаса приложен с началом этой операции, которая типа ограниченная. И в любой момент все эксперты говорят, что он может стать полномасштабным, в любой момент. Но так как он говорит то, что он говорит, и делает то, что он делает, сегодня он совсем не помогает и только ухудшает позиции Израиля на этих переговорах, вместо того, чтобы их улучшать. Сегодня президент Байден помешал, успеху, мешает активно успеху Израиля и на переговорах в том числе. Вот сегодня пришла информация, что переговоры завершились в среду, да, в Каире, без всяческих видимых прорывов. То есть Хамас, слыша и видя, что делает американская администрация, даже делать ничего не должен. Давайте подождем, когда Израиль просто прекратит военную операцию. Сюрприз, Израиль ее не прекратит. А если он продолжит упорствовать и продолжит не подставлять то, что нужно подставлять, а все эксперты говорят как один, что какая бы операция ни была, требование, то, на чем настаивает администрация, использовать более точную амуницию, боеприпасы более точного наведения, оно неисполнимо, потому что какая бы операция ни была, потребуется использовать артиллерийский огонь, потребуется использовать авиационные удары и потребуется использовать танковый огонь, который не может по определению быть точным. Да, ну не может. Ни артиллерийские удары, ни танковый огонь не может быть точным, и авиационные вымортировки тоже. Они могут быть максимально, как бы выборочные, Аккуратный, но опять же есть определенный предел Этой аккуратности Поэтому это все как бы Как верит администрация Влияет на его избирательные шансы Потенциально, что я Категорически не принимаю, например Ну, администрация меня же не услышит Вот, но в любом случае Мне кажется, что это больше Навредит администрации Показывает, что администрация, как бы она не говорила Что она союзник, что она друг Она делает все, что нужно А на самом деле это так не выглядит И более того, я скажу больше Да, республиканцы пошли навстречу Многие ведь против были всего пакета военной помощи Который обсуждался, в том числе украинскому пакету 65-миллиардному И как бы толк тогда получается для республиканцев Которые главная для них задача была Утвердить 25-миллиардный пакет Израильский пакет По цифрам можно, я могу не сейчас ошибаться Получается, что как бы Пакет был утвержден С помощью республиканцев, как бы республиканцев Которые этого тоже хотели А теперь получается, что часть этого пакета Не может быть выдана Это может заставить республиканцев Я сейчас просто экстраполирую ситуацию Это может заставить некоторых республиканцев Требовать блокировки украинской помощи тоже Теоретически это возможно От администрации И это давление не та вещь Которую сегодня администрация, скорее всего, хочет Потому что впереди еще многих вопросов надо решать Да, и для этого требуется нормальная работа Палаты представителей и Сената Неблокируемая У Байдена еще есть определенная адженда Которую надо исполнять Вот Посмотрим Я могу сейчас ошибаться Но мне представляется, что долго Эта приостановка боеприпасов Поставки боеприпасов не продлится Так мне кажется Ну, опять же Натаньягу делает то, что должен делать И В соответствии с тем планом, который у него есть И есть у правительства Он действует Я желаю Пример-министру Израиля успеха Ага, настроил хай Бутик-политик Сказал Как обрезал Добро пожаловать Бутик-политик Часть вторая С вами Кирилл Задов Сегодня 8 мая 24-го года Среда Обещал про покушение на Зеленского То, что мне известно То, что о чем-то Как это в Американ В Волстри Джонал подает Значит Я видел какие-то видеосюжеты Тоже на самом деле В разных новостных На разных новостных каналах Русскоязычных В том числе Выглядит как очень серьезный На самом деле план Честно скажу Для тех, кто не следил Двух полковников В Department of State Security То есть в Департаменте Государственной безопасности Или госохраны Они совсем поняли Что это за министерство Что это за отдел Что это за служба Вот Два полковника украинских Арестованы Которые были частью Из пяти Планы Из пяти участников Проплаченных По заявлениям Украинской стороны Федеральной службы безопасности России О массированном Таком попытке Ликвидации Всего фактически Украинского военного И руководства И естественно президента Зеленского Тоже вместе с ними В конвое В цели были Сам Зеленский Генерал Маслюк Это глава СБУ И глава военной разведки Кирилл Буданов Вот эти люди были целью Значит использовались там Использовались как бы Для локации кортежа Который должен был То есть идея такая Что ракетных Два ракета Первый ракетный удар Точный должен был поразить Отслеженный военный кортеж В котором находились Выше указанные лица Вот при этом Дрон должен был Четко видеть Кто остался в живых Кто не остался в живых И те кто остался в живых Добивать Да такой план И для того Чтобы этот дрон скрыть Да для того Чтобы отвлечь От этого дрона Внимание Должен был быть второй Сразу после первого Второй ракетный удар Последовать По кортежу Который двигался Украинская контрразведка Говорит что это не первый Уже план По ликвидации Зеленского Много было разных И поляки арестовывали Человека подобного С подобными планами Тоже То есть как бы Это не первая Такая история На самом деле Вот И Для меня Тут как бы То есть Как пишет Вофтеджурнал Готовился подарок Путину на амиагурацию Которая прошла вчера Да Ну и опять же День победы завтра То есть теоретически Есть разные моменты Которые могли бы Такую спецслужбу Подарок сделать Но исходя из того Что попытки эти Происходят не первый раз И Когда особенно Понимаете Если бы они Они же неудачные Эти попытки Соответственно Информация об этом Расходится сразу Да И Понятно что Путин не мог Не знать того Что такая штука Готовится Я дорогу Очень от наивной мысли Что президент России Мог бы То есть чтобы спецслужба Могла что-то сделать Такое подобное Спланировать Да Без его личного знания Для меня это очень плохой Знак того Что как бы Кремлем Зеленский Больше не воспринимается Никак Как человек С которым Да на самом деле Реально Можно переговоры вести Потому что Если у вас есть Потенциальный партнер Для переговоров Вы Ну я уже не говорю Президент другого государства Легитимно избранный Да А Путин кстати Много раз обозначал Свою позицию Ответить от того Что нельзя убивать Легитимно избранных Глав государств Помните По Саддаму Ну там правда Про выборы нет Но как бы Легитимно Глава государства Давайте слово Избранный В данном случае С Ираком опустим Да Но по Саддаму Он высказывал Когда его повесил Иракский суд Да Он очень много То есть как бы Его изначальная позиция Была что не нужно Что есть определенный предел Да Война между странами Как бы это война между странами Причем тут как бы Разве можно идти Как бы на ликвидацию Политического руководства Здесь я так понимаю Что поменялся Променялась парадигма Или Зеленский Просто не воспринимается Как Человек с которым Потенциально можно разговаривать Или Украина Просто не воспринимается Как государство Да Такой момент Как бы возможен В логике Кремля И Я так представляю себе Что Кремль вообще Воспринимает войну В Украине Как называется в России Специальная военная операция Как гражданская на самом деле Война Для Кремля Так я это вижу А когда Если речь идет о гражданской войне Тогда как бы Есть просто руководитель Противоположной стороны И он не считается Руководителем государства Поэтому все средства хороши Для достижения победы Опять же Если бы этот план Удался То тогда бы Украина Фактически осталась Без руководства военного И исполнительной власти Вот Это бы конечно посеивало бы хаос Опять же Главная проблема Украинской контрразведки В том что С момента начала конфликта Больше двух тысяч человек Уже было арестовано Которые так или иначе Сотрудничали с Россией И то что я всегда говорил Что внутри украинского Политвоенного Истеблишмента Без сомнения Есть агентура Российская Это само собой Учитывая Давние связи Да и сам заложник Не ошибаюсь Учился в академии генштаба Если не ошибаюсь У самого Герасимова Тоже Поэтому тут есть Некоторые моменты Которые Ну непростые В понимании И задачи Которые стоят Перед украинской контрразведкой Они очень сложные Большие Серьезные Вот Ну а Само по себе Мы видим что Шансов Короче Достаточно Какое-либо В завершении конфликта В ближайшем будущем Мы Скорее всего Да Это только показывает Да то что произошло Что этого ожидать Скорее всего Абсолютно Беспочвенно Друзья Большое спасибо Что были со мной С вами был Кирилл Задов И слушали Бутик Политик Бутик Политик Сказал Как обрезал